Привет, я Денис и на столе у меня кофемолок японской фирмы Hario Mini Slim Pro. Давайте я ее разберу и покажу из чего она состоит конкретно. Первое это металлическая ручка с пластиковыми деталями. Второе это стальной корпус. Потом у нас идет крышка, прозрачный пластик и силикон. Нижний корпус бункера вмещает 25-30 грамм смолотого кофе. Потом у нас идет керамические жернова. Давайте раскручивать, я вам их покажу. Раскручиваем против часовой стрелки гайку. Сама гайка состоит из пластмассы и металла. Вот так выглядит. Конечно же керамические жернова, которые у нас крепятся на пластмассовой втулке. Снимаем аккуратно ручку. Замечу, что внутренний бункер состоит тоже из пластика. На нем держится центральная ось. Вынимаем аккуратно центральную ось. Она у нас из нержавеющей стали, пружинка и еще одна гайка. Все, кофемолка разобрана. Предлагаю теперь заново ее собрать и приступить к смалыванию, чтобы показать вам процесс заваривания и сам помол. Но перед сборкой я хочу померить по линейке диаметр жерновов. Я думаю, вам это будет очень интересно. Итак, приступим. И диаметр жерновов у нас получается ровно 30 миллиметров. Давайте приступать к сборке. Итак, давайте приступать к завариванию кофе. Смотреть, какой у нас будет помол. Первое, предлагаю, что сделать, это его настроить. Я уже выкрутил в ноль. И начинаю по щелчкам настраивать помол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я возьму 7 и попробуем, как на 7 щелчках у нас получится заварить в пауровер. Я беру свой стандартный рецепт, это 18 грамм кофе. Кофе я использую эфиопиан сорса, букет ягоды, персик, черный чай, обработка натуральная. Должно быть очень вкусно. Так, снимаю ручку, верхнюю крышку, засыпаю кофе в верхний бункер. Потом вставляю в пазы нижний бункер и поворачиваю. Закрываю крышкой, ставлю ручку и приступаю к смалыванию. А вы пока засекаете, за какое количество времени я смалю 18 грамм под пауровер. На 7 щелчках. Продолжение следует... Отлично, смалывать я закончил. Давайте проверим помол. Думаю, что помол у нас подойдет для пауровера. Давайте теперь приступим к самому завариванию. Так, я ставлю воронку и серверник на весы. У меня заранее подготовленный чайник. Здесь 95 градусов. Я смачиваю фильтр, удаляю привкус бумаги, прогреваю воронку и сам серверный чайник. Отлично. Сосыпаю наш смолотый кофе. У меня здесь 18 грамм. Супер ровно 18 грамм. Затариваю. И включаю таймер. Выливаю 30 миллилитров воды на предсмачивание. Даже не 30, а 40 возьму. Общий объем воды у меня будет 250-260 грамм. Прошло 30 секунд. Я начинаю второе вливание до 150 грамм. Вливаю по кругу. Готово. Ровно 150 грамм. Когда время минута 20, я начинаю третье вливание. Вливаю оставшиеся 100-120 миллилитров воды. Отлично. И теперь осталось дождаться только, когда весь объем воды пройдет через молотый кофе. Пока скажу пару слов про саму кофемолку. Кофемолка, скорее всего, из бюджетного сегмента. Она стоит в районе 5-5,5 тысяч рублей. Кофемолка подойдет для смалывания под пор-овер. То, что мы сейчас завариваем. Кемикс, Франч Пресс и Автодрип. Это автоматический фильтр кофеварки. Для эспрессо и кофе по-турецки такая кофемолка, к сожалению, не подойдет. Потому что мелкий помол на ней смолоть невозможно. Для этого подойдет другая кофемолка. Мы на нее ранее снимали ролики. Можете и пройти. Мы также оставим ссылочку в описании. По которой вы можете пройти. И посмотреть, что же это за кофемолка, на которой можно смолоть кофе под турку и под эспрессо. А пока наш кофе практически заварился. Осталось совсем чуть-чуть. И так, все готово. Останавливаем таймер. Убираем фильтр. И наслаждаемся кофе. Общее время заваривания у нас получилось 2 минуты 50 секунд. Это неплохо. Для какого-то рецепта это может быть долго, для какого-то быстро. Тут уже настраиваю это для себя. Мы показали факт того, что отлично подходит для заваривания именно методом пурровер. Соответственно, крупнее помол можно брать. Даже мельче можно взять. Для того, чтобы, например, с фильтром менее плотным у вас кофе заваривался так же хорошо. Сейчас попробуем сам заваренный кофе. Я себе чуть-чуть налью. Чтобы он не был особо горячим. Напомню, во вкусе я должен почувствовать ягоды, персик, черный чай. И это натуральная обработка эфиопиансора от Just Coffee. Да, отлично. Мы попали в профиль. Чувствую здесь и чай, и ягоды, и персик тоже отчетливо чувствуется. Рекомендую саму кофемолку кофе. Это был обзор на кофемолку фирмы Hario. С вами был Денис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок